Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые коллеги, уважаемые господа. Мне доставляет особое удовольствие и радость открыть нынешнюю конференцию. Действительно, событие совершенно надающееся. 125 лет композитору, о котором мы, наверное, 120 или 115 лет почти ничего не знаем. И вдруг обдаможивает запрос. Да, ну, есть уже некоторые научные труды, есть книги, есть, уже мы знаем все, как Иванович Затирадского. И вообще, за недавнее, за последние десятилетия довольно много событий, старше, но уже пошло в русскую историю культуры, в русскую историю кружени. Вот, возвратились в историю и старые конописные искусства, и русский серебряный век в формом объеме, и совершенно блистательный русский авангард XX века. И вот эти вещи, они, конечно, составляют несомненную гордость и славу русской культуры, может быть, самое главное, самое ценное, что у них было создано. Ну, когда я сказал русский авангард, то мы, наверное, все понимаем некоторую условность этого понятия, потому что все композиторы, которые к ним причастны, и в том числе все опыты тропсозерадские, они значительно шире это явление, они укреплены в традициях русских классиков, в том числе в полифонии Танеева и так далее, и так далее. Они и развивают традиции, а кавангард не причастны постольку, поскольку очень интенсивной была новизна их мысли, новизна их творчества. И, конечно, Всеволод Петрович Затирасов, когда читаешь его географию, он поражает против тех превратности судьбы, потому что он не просто подвергался гонениям, как многие композиторы, не просто подвергался критике, допустим, за формализм, за другие вещи, за, так сказать, неправильное поведение творческое, но он и арестовывался неоднократно. Причем в разные периоды усиления, в разные периоды этих вспышек большевиста сталинского террора, он подвергался, вот, наверное, со времен гражданской войны и до 1937 года. Ему было запрещено, как я понял, жить в Москве, тем не менее он работал, сочинял, сочинял очень много самых разных жарочков, в том числе, прошу обратить внимание, очень много сочинений посвящено военной теме уже событий. Великой Отечественной войны, вот, это замечательно. Я хочу поблагодарить организации, которые способствовали поведению Нижней Толик-Конференции, это Российский Международный Союз, В.С. Затиратского, да и вообще, я думаю, мы об этом узнали, все об этом Петровича, узнали бы, конечно, но, я думаю, несколько позже. А вот то, что тут произошло сейчас, мы отгоняем всем, всем, всем очень огромное вам спасибо. И, конечно, кафедра «История русской музыки» Московской Целатолии, и, в последующей вере, это Анатолия Створцова. Вы увидите, что в числе выступающих есть представители этой кафедры, таким образом, интенсивно участвуют в проведении данной конференции. Ну, и, конечно, моя особая благодарность нашим почетным гостям, это Эмилия Чудакова и, извини, прошу прощения, извините, Мариэта Чудакова и Эмилия Каларова, представители Национальной Академии Болгарии, Музыкальной Академии Эмила Батегерова из Софии. Ну, и теперь остается только пожелать успешной работы конференции, и хочется пожелать, чтобы материалы этой конференции стали бы таким достойным средством для выпрямления истории, которая так всем необходима. Вообще, Аббард как-то сказал, что историю надо переписывать, историю музыки надо переписывать через определенное количество времени, не только через 50 или через 100 лет, он уже как-то рекомендовал здесь. Так вот, конечно же, обилие нового шумиона, новых фактов и нового отношения заставляет нас писать заодно историю музыки. И вот нынешней конференции должна стать здесь очень важным событием. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я передаю слово заведующей Каверой Истории Русско-Музыкальной Академии фигуры композитора Всеволода Петровича Затирасова, уникальной музыки, имя которого только сейчас начинает вписываться в нашу музыкальную историю. И наша конференция, по-моему, это первое такое собрание на всю любовь, прошедшую жизнь, которая приурочена к 29-летию с одного рождения, вообще посвящена его почта. Должна сказать, что мне вспоминает в связи с этим другая дата. Только что мы так вышло отметили 125-летие со дня рождения Прокофьева. И это абсолютные ровесники, действительно, они родились в один и тот же год и ушли из жизни в месяц разницы. Прокофьев ушел из жизни в марте, как вы все помните, а Затираский в феврале 1953 года. Но какие разные и совершенные судьбы. И, действительно, Прокофьев занял первостепенное место в нашей музыкальной русской истории XX века. А Затираского, фрагмаласталинизма, пытались абсолютно смести с лица земли и окончательную ничтость. Хотя, конечно, всем хорошо известно, что и Прокофьева тоже коснул в какой-то степени все это, да, и 108 год, и аресты Божьей Ленины, и многое другое. И, конечно, очень трудно вернуть во временной континуум композитора, выпавшую по разным причинам из своей качества. И я знаю это не, так сказать, в литературе, по собственному, так что в свое время, с легкой руки Инна Алексеевна Барсова, я занималась какими-то поколом, который тоже свое время был также выкинут из истории. И претерпел те же законы, ну, близкие, ну, так сказать, в такие же перипетии судьбы, будучи архагандистом в 20-х годах, он совершенно не имел свой язык, но он писал в своих книгах, что он покучил в этой жизни. Вот. Он тоже не был арестованным. И поэтому, я уверен, это, так сказать, существовал. Но вернуть его замечательное произведение, каким являлся септет Павел Попова, потом который назвал камерная симфония, было чрезвычайно трудно. Нам было совершенно трудно вообще организовать его исполнение. Также трудно было вернуть его в практику жизни. И до сих пор, мне кажется, хотя это стало хорошо уже известно. До конца сделать это не удалось. Поэтому задача эта сложная. И мне кажется, наша конференция, она как раз является вот таким важным этапом, чтобы это сделать по отношению к силу Петровича. Что меня поразило в судьбе этого человека, этого композитора, надо сказать, что почти то же самое, что, кстати, Владимирович. Он действительно был причинен к отряду, так называемых, решенцев. И здесь есть молодые люди, я скажу, что решенцы это не дел, которых погонял дом, и они лишили своего общества. А лишается этот кошмарный, страшный отряд людей, которые лишились своего имени и своего статуса в жизни вообще. Они не могли быть выбором, у них был полчий билет, они могли выбирать свою профессию, по какому, как было, на которую они хотели, не могли получать высшее образование, не могли выбираться, не выбираться, так сказать, участвовать в выборах. И не могли, даже смешно, но не могли бы в том смысле иметь, ну, так написано, что не может иметь телефон. Телефон, да? Вот такая, как бы, привилегия в твоей жизни, появились телефоны, как решенцы не имели право иметь телефон. Это может выглядеть сейчас как-то срунка звучит, но вообще на самом деле это ужасная ситуация. Это изгои жизни. Люди, существующие люди, на самом деле, изгои. А второй момент, который меня тоже поразил, это биография Василия Петровича, это свидетельство о силе духа его и таланте одновременно. Это то, что касалось его лагерной жизни, как он выживал в лагере. Он был рассказчиком истории. Наверное, Василия Петрович лучше, конечно, это расскажет, потому что он свидетель рассказывает слова отца. Но я, читая его биографию, была отражена. Но вот после работы эти жены все возвращались в бараки, и он рассказывал все, что он помнил. Исторические события, литературу, которую он помнил, и сведения из юриспенденции. И он рассказывал так, что его заслушались. И мы приходили на эти, так сказать, его концерты, такие в кавычках, и те, кто там он проходил, вот это было они уже заключенные и охрана. И это, хоть небольшое, это давало им послабление, которое выражалось в том, что он под бумагой имел карандаш и записанную книгу. Безусловно, Петрович Садиратский уже от посталинизма. Который в своей жена могла сломать и переломать абсолютно любую судьбу и любовь все живое, его творчество. И сделал все, чтобы нивелировать его творчество и его, так сказать, личность. И в этом смысле это трагедия. Трагедия личности. Но история и историческое время идет вперед. И все расставляет постоянно. И уже наше время и последующие поколения оценят его стилистическое своеобразие, его авангардные стили, его гармоническое своеобразие 20-х годов, особенно не только и 30-х тоже. И его жанровое открытие, в котором я имею в виду его, прежде всего, цикл по Людиву, который намного опередил идеи, которые потом поплатили в творчество Хитмиды и Шитаковича. И его жанровое открытие связано с симфонической музыкой, его симфонические плакаты, которые так нам знакомы хорошо по жанру, я имею в виду, по творчеству Солова и Малавитова. И наши сегодняшние конференции я почти тем же хочу закончить, как и Александр Владимирович. Этот, я надеюсь, будет такой последующий шаг, во-первых, в окружении и осмыслении творчества Задираскова и в писании его истории. И наш спорник, который, я надеюсь, потом будет, он тоже делает свое дело и лично Задираскова будет нам ближе открытие и будет его произведение также включать и осмысливаться. Я хочу всем пожелать участникам конференции удачи и успехов. Спасибо за внимание. Я хочу сказать несколько слов, касающихся его образа, его жизни, буквально несколько слов, потому что уже очень много известно, многое действительно написано. Не все пописано, но многое написано из того, что могло быть написано. И сейчас я просто зову некоторые главнейшие веки его судьбы, даже не жизни, а судьбы, которые предотделили то, что случилось в истории. Речь идет действительно о возвращении в историю, потому что он не был забыт. Забыть можно то, что когда-то возникло и было в сознании услышано, воспринято, признано, увидено. А потом забыто. А потом произошло воспоминание. Здесь совершенно другая история. Его никто никогда не знал. Он не существовал среди людей для людей к асоциальной людей. Он не имел на это права. Он не имел права на издание, на исполнение, на афишу, естественно. Не имел права на обладание паспортом, начать с этого. Он не имел права на жизнь в Москве, в Киеве, в крупных городах. Ну и, конечно же, он не имел права быть занесенным в справочные издания. Он не имел права упоминаться в хронике хроникальных изданий. Его имя не должно появляться никогда и нигде. Вопрос – почему? Что с ним случилось? То есть он обрел биографию, композитерскую биографию, одну-единственную на целый мир. В мире нигде подобной биографии не было. Никто такого не знал. А вот с ним это произошло. Дело в том, что он родился в один день со Сталиным, 21 декабря 1991 года, как и Прокофьев умер в один день со Сталиным, 23-го, а Гусей Владимирович умер за месяц до этого. Но у них там какие-то мистические пересечения получились. Однако судьбы, как сказал правильно Константин Владимирович, настолько разные, что уж больше дистанции и различий не придумать. Родился он семье Круглых Железнодорожского инженера. По материнской линии он был из польских шляптичей, таких довольно высокопоставленных, потому что, в конце концов, так сказать, моя двоюродная бабушка оказалась чем-то вроде подружки, императрицей нашей, по-моему, Александр Петров. И у них в доме, в доме барона Штакельга, собирались и слушали оперных певцов. Туда-то и был представлен молодой Задирацкий Петрович, еще не Петрович, а просто Задирацкий, был представлен и приглашен одним из музыкальных воспитателей к наследнику престола, соцаревичу Алексею. Это было первое несчастье, которое с ним случилось для грядущей истории. Но он к этому знаменательному моменту своей биографии уже завершал свой академический путь в Московской консерватории в классе Ужене Танеевым, которому он учился с 1910 по 1914 год, а уже в классе Иполитова Иванова по свободному сочинению его заканчивал, классе у Карла Кимпа по роялю, и у Вселенко по оркестровке, у Орлова по дирижированию, он был профессальным музыкантом. Одновременно он заканчивал Московский университет, и после окончания университета он попадает в армию. Попадает в армию, естественно, потому что мобилизовывали всех окончивших Московский университет. Армия прошла довольно благополучно, для него он был только один раз тяжко контужен на Южном фронте, дело происходило, и эта контузия, конечно, сказалась тоже на его здоровье, но в общем он сохранил жизнь, но грянула революция, и в 18-м году он записывается добровольцем в армию Антона Теникина, и проходит с этой армией, с первой армией весь ее путь до самого скрушительного конца. Попадает в 1920-м году, плен каким-то чудом, его игра оказывается, достигает уха самого Железного Феликса Дзержинского, и Дзержинский на его сущности расстрелянных документах пишет надпись «Сохранить жизнь и определить место жительства». Это спасло его физическое существование на этом свете. Его потом много раз хватали, бросали в тюрьму, столкнули каждый раз эта магическая надпись. Сохраняла его, охраняла его и выпускала его из жизни, из этой жизни. Так вот, первый арест его сослали в Рязань, первый арест был в 21-м году, выпустили через полгода, второй арест был в 22-м году, выпустили через полгода, как я получал в документах, снят с тюремного удовольствия. Первый раз снят с тюремного удовольствия, второй раз снят, снимали с удовольствия, он больше ничего не писал, а то, что они снимали с него какую-либо вину, они его тут не писали. И дальше началась его жизнь та, которая была ему предопределена, то есть со всей системой вот этих самых запретов. После ареста 26-го года, когда было подвержено уничтожению абсолютно все, что он написал, надо сказать, что он заканчивал консерваторию в 1916-м году как композитор с оперой «Нос», «Нос» по Гоголю. Вот та самая опера «Нос» была запись Шостаковичем перед странной перекличкой, совершенно вероятно, он старше, он, естественно, по этому структуре вполне мог написать. Но все это исчезло, исчезло. И дальше начинается его блуждание по провинциям, ему разрешают некоторое время пожить в Москве, он живет 4 года в Москве, из Москвы его в 1933 году буквально выбрасывают в Ярославль. В Ярославль он обретает семью и меня заодно, так сказать. Ну и тут начинается его счастливая пора между 1935 годом, очень длинная для него счастливая пора, 1935-1937 годом. Вот эти два года он нашел очень хорошо, как раз в 1935 году он создает несколько сочинений, которые именно Алексея сегодня не представит, нам это совершенно удивительные вещи, да. В 1937 году его арестовывают и бросают колонийские лагеря на 6 лет, и там он совершает то, что, в принципе, никогда никто не до него, не после него, не совершал, он создает этот цикл. Бук для Артемиана, говорив, так сказать, охрану, и уже получил, он был уже тертым премиум, так сказать, зеком, что называется, он знал, как себя вести в тюрьме, как выгородить для себя какое-то время свободное, как получить особый статус заключенного, как сделать так, чтобы не каждый день гоняли на каторжные труды. Он этого достиг, достиг, и его берегли, берегли, как берегут телевизор, потому что он, в сущности, работал телевизором. Так вот, он благодаря этому смог почти полностью, почти полностью закончить, здесь в 48, только 6 лет были дописны в 42-м году, по памяти, который не хотел ничего, он начал делать редакции первых трех, потом понял, что лучше не трогать то первое решение, не прикасаться к этому, потому что оно зависит от того, чтобы он приближил совершенно конкретно, в конкретное время. Вот это самое удивительное его деяние. После его освобождения в 39-м году, благодаря усилиям моей мамы, он возвращается в Ярославль, но тут грянула война, его опять изгоняют из музыкального училища, и два года слоняется по детским садам, как музыкальным воспитателем детских садов. Ученик Танейев. Вот так вот. Но потом он переезжает в город Меркель в Среднюю Азию, потом переезжает оттуда в Краснодар, начинается его провинциальное блуждание из Краснодара, он попадает в Витомир, его тянет в Украину, потому что он родился в Рогу. Он вообще наполовину украинец, наполовину полярница, Бог, как бы по крови. А Украина его очень увлечет, естественно увлечет, хотя живет он в России и считает себя русским композитором. Так и пишет. Я просил. По несоветски. Когда я писал, я советский композитор. Я просил композитор. И в 49-м году, наконец, он впадает во Львов, где и завершает свою жизнь. Бог был самым славянским местом, потрясающим местом. Это было консерватория, театр, психологический оркестр. Он предполагал, что вот здесь-то он расцветет. Его все признали моментально. Увидели в нем громадного музыканта. Поняли, что он единственный представитель московской школы в этой консерватории, где были представители школы Варшавской, Венской, Берлинской, Пражской. Естественно, там была вся Европа в Петербургской, Ленинградской. Это заключение касаемого проекта. И вот единственный представитель московской школы, которая очень сложно представляет этот мир в 53-м году. В полном мраке. В полном мраке. Его творчество, в общем-то, так и не смогло подняться в своей жизни спустя целых два десятилетия после смерти. Через два десятилетия после смерти происходит первое издание его произведения. Здесь мы услышим фрагмент этого издания. Речь о том сегодня. Это так называемая поэма о русском солдате. Слова Твардовского. Василий Теркин трагическая музыка. Не опереточная, как обычно трактуешь. А трагическая музыка. Она... Вот это... Произведение... В общем, мы услышали. Это первое издание. Это был в 73-й год. Как раз через двадцать лет. Потом, еще через пять лет, были выставлены «Мухотепьянные прелюди». В общем, довольно известный цикл, прославленный Яшей и Минзовым, который здесь находится в зале, который сыграл, по-моему, цикл во многих странах Европы. Короче говоря, судьба его начала немножечко высвечиваться из глубины. И его фигура тогда начала становиться достаемым людей. Но очень и очень постепенно. И только тогда, когда, кстати, его сочинения попали в руки настоящих больших исполнителей, стало понятно, что мы потеряли, что мы сейчас обретаем. И так мы не возвращаем его в историю даже, а открываем его для истории. Ибо он не был забыт. Нельзя забыть то, что никогда не было. Он был просто потерян. Ну, как сейчас бы сказал кто-то по индийским языку, его закатали под асфальт. Под асфальт той истории. Но асфальт сошел. И живое проросло. И сегодня мы можем удивляться и изучать то, что нам пришло из будущих прачных, темных, но каменных лет наших историй. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...